Каждый имеет право на детство. Это особенно важно для тех малышей, чьи родители оказались в местах лишения свободы. Подарить детям яркие впечатления, а мамам возможность воспитывать и радоваться их победам получилось в исправительной колонии номер 3 Краснодарского края, где состоялось долгожданное открытие детской игровой площадки. В крупнем месте детвора наши дружные! Ура! Идея создать такую площадку родилась в 2016 году. На тот момент в колонии вместе с мамами находилось 52 ребенка. Однако места для игры пребывания на свежем воздухе оборудовано не было. Главные координаторы и инициаторы проекта Яна и Светлана Волковы, узнав об этой ситуации, решили помочь. Так, при поддержке УФСИН России по Краснодарскому краю, а также помощи частных лиц, предпринимателей и меценатов, началась реализация проекта. Это знак доброй воли, воли к тому, чтобы, несмотря на то, что на сегодняшний день эти люди в чем-то виновны и осуждены, они наши граждане, они те люди, которые выйдут, а дети – это те люди, которые вырастут, и они будут строить новую Россию. На этапах подготовки команда неоднократно приезжала на площадку. Работы проводились по нескольким направлениям. На имеющейся территории размером 500 квадратных метров был лишь бетон и небольшая песочница. Необходимо было выкопать грунт, углубить фундамент, заложив прочные надежные основания, а также позаботиться о том, чтобы малыши могли безопасно учиться ходить и играть. Ведь самым маленьким жителям дома ребенка на территории ИК всего от нуля до трех лет. Важно мамам и детям видеть, что они не забыты, не забыты обществом, государством и просто добрыми людьми, которые предоставили возможность строительства такой площадки. Компания по изготовлению детских площадок «УАОКСИЛ», а также предприниматели Краснодарского края приняли активное участие в создании проекта. Были разработаны игровые зоны, оформленные в пастельных тонах, а сама площадка оборудована качественным прорезиненным покрытием. Я благодарю всех участников, всех, кто участвовал и помогал в реализации этой задачи. Я также очень рад, что Виктор Владимирович, являясь руководителем, он имеет большое сердце и поддерживает добрые начинания, которые предлагают ему и также которые мы предлагаем в рамках и Паписийского совета, и от нашей организации. После тщательной проверки долгожданный проект был сдан. В торжественном открытии приняли участие глава Усть-Лабинского района, начальнику ФСИН России по Краснодарскому краю, представители общественной палаты, уполномоченные по правам ребенка, почетные гости. Очень приятно, когда вот такие мероприятия, открытие новых, тем более детских спортивных площадок, это значимые события не только для колонии, но и для района. Дети – наше будущее, и мы должны в первую очередь заботиться о них. Каждый из присутствующих отметил не только высокий профессионализм, с которым участники команды подошли к реализации данного проекта, но также тот результат, который впоследствии принесет это доброе дело в жизнях осужденных. Площадка действительно грандиозная, по-другому не сказать. Видно, что и материалы качественно подобраны, и в целом по оснащению замечательная площадка. Сам бы с удовольствием своих детей смог отправить на такую площадку. В рамках деятельности уполномоченного по правам человека, которого я представляю, взаимосвязь прямая. То есть здоровье детей и нахождение их вообще в подобном учреждении очень важно. И помогать обязательно необходимо, чтобы обеспечить им максимальный комфорт. Здесь у наших детей не было такой площадки. Были горка, качельки какие-то, газоны, ну, такого масштаба не было. Любой двор, думаю, наших многоэтажек будет завидовать такой площадке. И каждый ребенок бы хотел играть. Действительно важны первые шаги, как мой ребенок будет ходить, как он будет развиваться. Учить цвета. Площадка яркая, цветная. Деткам будет очень интересно играться. И думаю, что все будут только рады и довольны этому. Главными героями этого события стали, конечно, мамы и их дети, на лицах которых сияли неподдельные улыбки и радость. Я как председатель совета при управлении принимал участие в этом мероприятии. И я знаю, как важно для тех мамочек, которые здесь находятся, чтобы вот общение с детьми на такого уровня территории, на такого уровня площадки происходило. Почему? Потому что невольно. У них всегда в сердце может что-то екать. И они тем самым исправляются. Они хотят вернуться домой. Это уже третья детская площадка, открытая по инициативе Яна Волкова в женских исправительных учреждениях. Две из них находятся в петербургском сезон номер пять и сезон номер один в Симферополе. Это такой маленький уголочек, где мы максимально смогли создать условия свободы, чтобы никак это не отражалось на психике детей или на психике мамочек. Проект детской игровой площадки ВК-3 Краснодарского края действительно уникальный. Не только потому, что является самой большой детской игровой площадкой в исправительных учреждениях России, но главным образом потому, что объединил вокруг себя столько неравнодушных людей, которые смогли показать на деле свое участие и поддержку в жизнях осужденных, тем самым помогая им обрести веру в лучшее и надежду. Есть большое количество лавочек, можно и посидеть. Если ребенок маленький в коляске, может спать в тени деревьев, мама при этом может находиться рядом. Замечательная площадка, я очень рада, что она у нас появилась. Завершился праздник раздачи подарков песнями и играми. Малыши и их мамы выпустили в небо десятки ярких воздушных шаров, как символ мечты и новой жизни. Ведь каждая из них однажды обязательно вернется домой. Наша мечта следующая. Наша молитва с супругой о том, чтобы у детей, у мам было хорошее будущее. Чтобы общество их приняло, чтобы они нашли себя в обществе, чтобы они состоялись в обществе и они стали счастливыми. Анна Федорова, Виталий Ковалев, Анна Белонозова, Андрей Кушнеревич, Михаил Несмеянов. Новости ТБН, Краснодар.